здравствуйте друзья здесь демитков юрий вчера утром я обнаружил что мой портфель просел я не обратил сначала внимание вот думаю ну обычная история вот но потом я стал присматриваться и вот есть приложение открытие брокер на мобильном и там есть очень такая штука лидеры роста и падения вот и я посмотрел за счет чего я ну что что больше всего опустилась вот ну рубль укрепился а у меня достаточно большая часть в долларовых активах вы знаете то есть там только облигации рус 28 это 1600 долларов на американском рынке что-то куплено то есть эти активы они немножечко за счет укрепления рубля просели вот ну как бы технический момент но лидеры роста и падения я посмотрел на четыре с половиной процента упали акции полиметалл и я такой ну нифига себе думаю что такое вроде дивидендной отсечки не было ничего такого не предвиделось и наш тебе полиметалл который рос последнее время очень очень здорово вдруг просил что случилось посмотрите я полиметалл купил вот она желтая линия давно достаточно в портфель и этот полиметал после как я купил начал расти здорово что такое полиметалл полиметалл это компания которая занимается добычей золота и серебра золото и серебро последнее время растут потому что ну какая-то ситуация на рынке не очень хорошая поэтому поэтому я их купил потому что активы золотодобывающих компаний они растут и вдруг полиметалл падает на четыре с половиной процента внезапно я начинаю искать информацию почему упал полиметалл я обнаружил телеграм-канале маркет твитс что ппф-групп продает 21 миллион акций полиметалла компания фодина бв петр келнер продает около 21 1 миллиона акций полиметалл в рамках процедуры ускоренного букбилдинга букранером выступает голдман сакс ппф берет на себя обязательство не продавать акции полиметалл в течение двух месяцев после этого размещения но собственно говоря что это значит это значит что один из очень крупных акционеров решил продать свой пакет акций а а теперь давайте вспомним что такое акции акции это доля в компании то есть я соучредитель компании собственник компании и мне принадлежит ну то есть каждому акционеру принадлежит какой-то маленький кусочек компании которым и является акция и стоимость акция количество акций не меняется то есть их поменять очень очень сложно количество акций это специальная процедура и ну даже если количество акций меняется то их стоимость не меняется то есть там есть специальные методики. Что меняется? Почему могут упасть акции компании? Ну, дивидендная осечка, это понятно. Вот, почему еще? Но акции компании могут упасть, если компания показала убытки внезапно, если какая-то авария там на золотодобывающих рудниках, понимаете? Ну, в России это уголовное дело против руководства компании. Значит, там ведет или какое-то высказывание Путина, но он в последнее время молчит по поводу компаний. Вот. Почему еще могут упасть акции компании? Ну, резкое падение золота, наложение санкций там и так далее. Ничего этого не произошло. Цены на золото не упали, ни на кого уголовное дело не завели, никаких аварий не произошло. Компания как добывала свое золото, серебро, так и добывает. Компания как продавала их по высокой цене, а цена сейчас выросла, так и продает. И теперь давайте вспомним, что я когда-то говорил давным-давно, что акции – это такой актив, у которых есть два параметра. Есть стоимость и есть цена. Цена – это рыночная вещь. Она формируется за счет предложения и спроса. И есть стоимость. Стоимость – это то, что стоит за этой акцией. Так вот, стоимость акции не изменилась. вот в чем кайф. А цена опустилась. Почему цена опустилась? Потому что достаточно большой объем акций продается. И для того, чтобы их достаточно быстро продать, нужно что сделать? Снизить цену. То есть, грубо говоря, распродажа. И я такой сначала подумал, ну, что делать, но когда я вот это увидел, вот эту информацию, подумал, блин, это же прекрасная возможность, которой не будет никогда больше, для того, чтобы купить акции полиметалла. Что, в принципе, я и сделал. Я увеличил в полтора раза пакет свой в полиметалле. Что будет дальше, я ожидаю. Я ожидаю, что цена на акции полиметалл будет восстанавливаться, потому, что глобально ничего не произошло. Цены на золото пока растут. На серебро тоже. Компания работает. И компания не стала хуже работать. Поэтому вот у меня возникла такая инвестиционная идея, которой я с вами делюсь. Я купил акции полиметалл. как вы считаете, правильно я сделал или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Поставьте, пожалуйста, лайк и подписка. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok